Windows 11 – деревянный спутник и сговор в Японии Главная из мира технологий В ближайшие дни компания Microsoft представит операционную систему Windows 11, но в сеть уже слили элементы ее интерфейса. Apple и Google заподозрили в сговоре в Японии, а финская компания готовит запуск деревянного спутника. Об этом и другом читайте в подборке новостей из мира технологий. Интерфейс новой Windows Накануне презентации операционной системы Windows 11 в сеть слили ее интерфейс. В частности, переработанное меню пуск взяли из Windows 10X, которая так и не вышла, а самые заметные изменения коснулись панели задач, которая теперь расположена по центру. Новый интерфейс будет отличаться интересными виджетами и элементами управления привязкой, которым можно получить доступ с помощью кнопки «Развертывание» во всех приложениях. Презентация Windows 11 пройдет уже в этом месяце, а релиз намечен на осень. В то же время на этой неделе стало известно, что поддержка актуальной Windows 10 прекратится уже в 2025 году. С-14 Октября 2025 не будет новых обновлений или исправлений безопасности ни для версии Home, ни для версии Pro. Windows 10 была выпущена в июле 2015 года, и в самой Microsoft тогда говорили, что это якобы будет последняя версия ОС. Отметим, поддержка Windows 7 прекратилась только в январе 2020 года, хотя была выпущена еще в 2009 году. Началось тестирование оболочки MIUI 13 для смартфонов Xiaomi. Китайская Xiaomi начала тестировать оболочку MIUI 13. Ожидается, что многие элементы будут основаны на предыдущей версии, и пользователи опасаются того, что останутся и баги. Например, MIUI 12,5 на смартфонах Xiaomi Mi 11 Lite привела к повышенному энергопотреблению, перезапускам и проблемам с приложениями. Баги наблюдаются и на других смартфонах, которые обновились до MIUI 12,5. Первым смартфоном, который получит MIUI 13, будет Xiaomi Mi Mix 4. Сроки релиза пока неизвестны. Искусственный интеллект будет модерировать комментарии в Facebook. В социальной сети Facebook появится автоматическая модерация комментариев с помощью искусственного интеллекта. Программа будет отслеживать конфликты и оскорбления в сообществах, а администраторы получат новые инструменты, чтобы снизить токсичность в комментариях. Система оповещения о конфликтах при обнаружении споров и конфликтных ситуаций будет их специально помечать и отправлять уведомления администратору сообщества. Нецензурная лексика в комментариях будет помечаться плашкой Modation Alert, а информация передаваться модераторам. Ожидается, что новые инструменты позволят избежать конфликтов, поскольку можно будет ограничить количество комментариев от конкретного пользователя или частоту комментирования конкретных постов. В Twitter можно будет блокировать упоминания о себе. Сервис микроблогов Twitter позрешит пользователям блокировать упоминания о себе в постах. Или же, настраивать, кто именно может тягнуть их. Новую функцию уже тестируют. С ее помощью можно контролировать, кто именно может ставить теги с именем конкретного пользователя. Данная опция позволит избежать нежелательного внимания и предотвратить онлайн-травли. Предполагается, что будет делаться рассылка. Если ваш аккаунт слишком часто тягают в постах. Получив такое сообщение, можно будет выбрать в настройках, кому разрешается вас тягать или вообще заблокировать такую возможность. Apple и Google заподозрили в сговоре. Правительство Японии проведет антимонопольное расследование в отношении американских компаний Apple и Google. Их заподозрили в сговоре с местными производителями смартфонов. Поскольку программное обеспечение Apple, iOS и Google, Android занимает более 90% рынка. Объектами расследования также стало руководство японских производителей смартфонов, умных колонок и персональных. Компьютеров. Правительственная комиссия оценит деловые отношения внутри страны и их справедливость по сравнению с зарубежными компаниями. По итогам расследования могут усилить антимонопольное регулирование. Билет на полет в космос с Джеффом Безосом купили за 28 миллионов долларов. Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса продала единственное свободное место на свой первый туристический полет в космос. Билет решили продать на аукционе и он завершился на отметке 28 миллионов долларов. Владелец билета полетит в космос вместе с Безосом и его братом на ракете New Shepard, запуск которой запланирован на 20 июля. Имя счастливчика пока не раскрывают, но могут объявить в ближайшие недели. Также сообщается, что торги начались с 4,8 миллиона долларов, но быстро перевалили за 20 миллионов, вся выручка будет передана некоммерческой организации Blue Origin, ориентированной на образование. Ракета New Shepard доставит космическую капсулу с людьми на высоту более 100 километров. В капсуле есть массивные окна, через которые пассажиры могут наблюдать за полетом около трех минут в условиях невесомости, прежде чем вернуться на Землю. На орбиту запустят деревянный спутник. Финская компания Arctic Astronatics разработала первый в мире деревянный спутник, который уже в этом году должен отправиться на орбиту. Его размеры примерно 10 на 10 на 10 сантиметров, вес около 1 килограмма. Корпус аппарата сделан из березовых фанер со специальным покрытием виса, питание подается от 9 небольших солнечных батарей. Спутник, или как его называют, Кубсат, будет выведен на полярную орбиту Земли с помощью ракеты Electron Rocket Lab в ноябре 2021 года. США возвращаются на Луну. Глава американского космического агентства НАСА Билл Нельсон заявил, что США не отказались от планов по миссии Артемида и все еще намерены высадить астронавтов на Луну. По его словам, миссия состоится в 2024 году. Он также добавил, что США хотят первыми в мире отправить женщину на Луну. Для нас будет важно высадиться на поверхность Луны с первой женщиной и первым цветным человеком раньше, чем это сделают наши конкуренты, сказал Нельсон.